Согласно последнему постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, в стране отменили обязательное ношение масок, кроме медучреждений и мест массового оскопления людей. О новостях ковидной жизни повладарцев расскажет Раиса Моргунова. Уже несколько дней в Павлодарской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Занятых коек в модульном центре считанные единицы тяжелых пациентов становится меньше. Стационары, которые раньше переформировали под инфекционные, возвращаются к работе до ковидных времен. Темпы вакцинации, конечно, в последнее время несколько замедлились. Это связано с тем, что мы в зеленую зону перешли, что уменьшилось количество регистрации ковидной инфекции. Тем не менее, мы не должны забывать об этой инфекции. Она присутствует, она есть, и мы не знаем, как дальше могут события развиваться. Поэтому все-таки мы остаемся на позициях, что лучше мы будем привитыми, иметь определенный набор иммунитета, антител. У нас есть спутник, Виросел, Казвак. Ну, чуть-чуть осталось спутник Лайт. Вот он пользовался хорошим спросом. В конце января 2022 года жителям Казахстана стала доступна вакцина, одобренная ВОЗ «Файзер». Ее ставили подросткам от 12 до 18 лет, беременным женщинам, роженицам и лицам старше 60 лет. Согласно последнему постановлению главного санврача Республики Казахстан, вакцина «Файзер» доступна всем. Вот «Файзер» на 6 человек предназначена. Мы ее размораживаем. В размороженном виде она хранится 6 часов. Это место не мочить, не трогать, не чесать в течение 3 дней. Если будет высокая температура, выпить жаропонижающий парацетамол или невесел. Вакцина обмеченная, так что никаких побочек не может и не быть. Если вы первый раз проходите вакцинацию, то через 21 день вам необходимо прийти в поликлинику и сделать второй компонент вакцины. Если у вас ревакцинация, то достаточно всего одного укола. Раиса Моргунова, Алексей Мехедов и РТСКПРТ.